Здравствуйте, уважаемые зрители! В нашей студии настоятель храма во имя апостола Андрея Первозванного города Ульяновска Иерей Роман Сладко. Здравствуйте, отец Роман. Здравствуйте. Хочу поговорить с вами о проекте, очень интересном и очень важном, инициатором которого вы стали. Вот уже больше года существует этот проект, реализуется «Спасибо маму» он называется. Расскажите, в чем суть проекта и что уже сделано? Да, проект существует уже чуть больше года. Начался он в 23-м году, 7 апреля, на Благовещение Пресвятой Богородицы. Впоследствии, через совсем небольшой период времени, этот день был объявлен Всероссийским Днем Беременной Женщины. Ну, так понятно, что основной смысл его – это христианский смысл, когда Пресвятая Богородица узнала о том, что во чреве у нее Богомладенец Христос. И эта акция направлена прежде всего на поддержку беременных женщин. Мы, ну, священники, зачастую сталкиваемся с очень большими проблемами, когда женщины совершают аборт и очень сильно потом об этом жалеют. И оказывается, что просто не нашлось рядом человека, который мог бы выразить слова поддержки или хоть в чем-то помочь. Бывает, что помощь нужна совершенно небольшая. Бывает, что просто действительно нужно поговорить. Бывает так, что помощь нужна какая-то серьезная, что тяжелое положение, нужно решить какую-то ситуацию. Вот за год проведения акции концепция ее состоит в том, что мы сотрудничаем с женскими консультациями города. И в женских консультациях врачи, акушеры, гинекологи, беременной женщине вручают пакет от Симбирской епархии, в котором есть набор детских вещей для новорожденного, иконы Пресвятой Богородицы, и листовочка с мерами поддержки, которые может оказать храм апостола Андрея Первозванного, или благотворительный фонд Доброе Дело, который является для этого проекта, как бы это такой совместный наш проект получился, и является основным благотворителем. Получив пакет в женской консультации, женщина приходит домой, получает она его именно когда приходит на первичную консультацию, то есть подтверждает факт своей беременности, естественно, что она уже идет с определенным настроем, то есть если человек настроен уже на то, что она будет совершать аборт, она приходит, и пакет может поспособствовать тому, и уже не раз способствовал, и я лично этому свидетель, и это слава богу, это значит, что акция действительно работает, может, увидев этот пакет, изменить свое решение, потому что когда-то человек не задумывается, ну, как-то не складывается в ее понимании, что сейчас она может совершить то, что потом уже не изменить. Но открывая пакет, просто видев то, что можно куда-то обратиться в случае необходимости, видеть детские вещи, пинеточки, которые потом будут одеваться на маленькие ножки ее ребенка, сердце становится более чувственным. И в этот момент бывает, что вот, слава богу, женщина меняет свое решение. Бывает так, что женщина идет с твердым намерением рожать, и слава богу, она получает тоже этот пакет, с благодарностью его принимает, и впоследствии вот эти вещи ей будут нужны. А бывает так, что все хорошо у женщины, когда она идет, встает на учет, а потом случаются проблемы. Но она уже знает, к кому можно обратиться. Там, в листовочке, есть номер телефона, есть сайт, есть переход на интернет-ресурсы, куда можно обратиться. Ну и, собственно, можно даже просто напрямую обратиться в храм апостола Андрея Первозванного. Помощь, она бывает разная. Продуктовая, вещевая, материальная, духовная поддержка обязательно. Главное, что мы видим в реализации этой акции, чтобы женщина чувствовала себя защищенной, и чтобы она чувствовала в церкви тоже свою поддержку, чувствовала в церкви какое-то утешение, радость, чтобы впоследствии, конечно, когда какая бы ситуация в ее жизни не возникнет, прежде всего, она обратилась к Богу. Спасибо. Ещё один вопрос. У храма, Андреевского храма, один из самых больших приходов в епархии. Вот как идёт организация прихода? Ну, приход действительно большой, слава Богу. Ну, для того, чтобы приход рос, конечно, нужно всё время, прежде всего, служить. То есть, каждый день совершается божественная литургия, каждый день приходят люди, причащаются, проводится социальная работа, и проводится какая-то работа, ну, можно назвать её, наверное, миссионерской, но она проходит в разных форматах. У нас есть школа чтецов, есть любительский хор достаточно большой, большая воскресная школа, более 70 детей у нас занимается, сейчас идёт строительство здания. Воскресные школы только-только началось. То есть, и, конечно, привлечение молодёжи в храм, оно не может быть каким-то искусственным. Если мы будем говорить о том, что нужно ходить в храм, при этом молодёжь будет приходить, а мы не знаем, что с ними делать, то в таком случае она там не останется. Молодёжь приходит тогда, когда она тоже видит интерес какой-то, чувствует молитву о них. То есть, ежедневная служба, она вот очень сильно повлияла на то, что количество людей в храме увеличилось. Так как люди даже просто вот бывают заходящие в церковь, они всегда интересуются, а как часто будет о них молиться. И поэтому ежедневная служба, конечно, тоже приход увеличила. Ну и у нас, всё-таки, слава Богу, много верующих людей. У нас не хватает храмов в городе. Тот же Андреевский храм, он на праздники битком, на большие праздники бывает более 500 человек, хотя вместимость храма 300 человек. И, ну, буквально вот все стоят друг к другу вплотную. И, конечно, радостно, что храм битком – это большая работа всех священнослужителей, которые служат в храме. Нас четверо в храме служат. Большая работа всех, кто в храме трудится. Первый, кого встречают в храме – это не священник. Это тот, кто стоит за свечным ящиком в основном. И вот от этого человека тоже очень много зависит. Этот человек должен проявить максимальную любовь, внимание, усердие к тому, чтобы принять человека, услышать его и довести его до священника. Вот если эту работу выстроить, то тогда люди будут оставаться. Человек приходит в храм, когда ему в основном плохо, к сожалению. Когда радостно и хорошо человеку, зачастую он Бог забывает. Но вот когда ему плохо, и он пришел, в этот момент его нужно поддержать, поймать буквально и помочь. Всеми силами. Вот если выстроить это, то храмы будут наполняться, и народ будет у них оставаться. И я надеюсь, что и Андреевский храм будет расти и дальше, и те храмы, которые сейчас строятся в городе, два тоже больших храма сейчас строятся, Александра Невского, Дмитрия Донского, тоже в свое время наполнятся прихожанами, наполнятся людьми. Спасибо, отец Роман. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok